Сейчас Алене Яковлевой 57 лет. Она не скрывает, что тщательно ухаживает за собой, чтобы сохранить молодость. Актриса прибегает к так называемым уколам красоты и каждое утро делает маску изо льда. В передаче «Секрет на миллион» артистка призналась, что много лет назад решилась на пластику. Она сделала подтяжку век, блефоропластику, чтобы глаза оставались большими и красивыми. Стоит отметить, что как и в молодости, сейчас женщина окружена вниманием мужчин. Яковлевой в свое время даже приписывали роман с Андреем Мироновым. Я была в него влюблена, безусловно. Я думаю, что он был увлечен. Андрей Александрович был настолько увлекающимся человеком. Во-первых, я с ним делала работу. Репетируя любовь, отношения, наверное, ему было нужно ощущать какие-то эмоции, — рассказала актриса. Она отметила, что при этом они целовались только на сцене. По словам артистки, она предпочитала скрывать свои чувства. При этом в молодости Алена Юрьевна не боялась раздеваться перед камерой. Впервые она снялась в постельной сцене в 1988 году для картины «Филиал». Однако позже ей пришлось пережить несколько непростых моментов в жизни. Женщина до сих пор не может забыть историю, которая произошла с ней в 90-е годы. Она тогда впервые чуть не стала жертвой насильника. «Меня подвозили. Я четыре часа дралась в машине. Там был один человек, и мне удалось убежать», — вспомнила актриса. По ее словам, она просто обманула мужчину, заверив, что ей хочется, чтобы все произошло в красивом месте, а сама убежала. В то время Яковлева только начинала работать в театре. Сейчас она понимает, что этот случай был знаком для нее, но она этого не распознала. Потом произошла другая, но уже более жуткая история. Артистка однажды не задумываясь села в чужую машину. Водители его друг подвезли девушку. Сначала два мужчины довезли ее до тети, а затем дождались, чтобы отвезти домой. «Мы проезжаем мой дом. Я пытаюсь шутить, но шутки не проходят. Мы приехали в какое-то поле или лес. Стоит один дом. Ехали по канавам», — вспомнила Яковлева. По ее словам, в доме сидел третий человек. Она осознавала, что кричать бессмысленно, так как ее сразу бы убили. «Я понимала, что если заплачу, то меня искалечат, убьют и выбросят в канаву». «Меня могли убить. У меня какая-то интуиция сработала. Я делаю уход, который мне не пришел бы в голову, наверное, никогда». «Я говорю, хорошо, кто первый». Они растерялись», — поделилась Алена Юрьевна. Артистка отметила, что затем начала раздеваться, но это смутило лишь одного мужчину и то ненадолго. «Они все сделали», — констатировала женщина. Она теперь благодарна судьбе за то, что осталась жива. Также Яковлева подчеркнула, что с ней не обращались жестоко и даже подвезли домой. «Я никому эту историю не рассказывала», — добавила она.